Всем привет! Это Спорт24. Мир постепенно возвращается к прошлой жизни. Вот-вот возобновится футбол, пусть и с ограниченным количеством зрителей. А театр по-прежнему пуст. Что общего у спортсменов и актеров? Мы поговорили с Иваном Стебуновым из театра «Современник». Иван, здравствуйте! Добрый. Приветствую. В первую очередь, конечно же, поздравляю, как и многие, сейчас вас поздравляют с победой в шоу «Танцы со звездами». Это Иван Стебунов и Инна Свечникова! Ура! Спасибо большое. Неожиданно приятно. Там много-много моих всяких друзей и товарищей участвовало. Я, прежде всего, позвонил им посоветоваться на этот счет. И все мне в один голос сказали, Ваня, это очень классно. Ты не представляешь, какую форму ты приходишь, когда занимаешься, потому что это все всерьез, тебя действительно там три шкуры, как говорится, спускают. И у всех появляется этот азарт, уже этот спортивный интерес. Если в начале это все было какие-то и плавные танцы там для входа, ну, все было правильно рассчитано, на самом деле, мне кажется, организаторами. Вот. И занимались мы по два, два с половиной, три максимум часа в день с моей партнершей Инной Свечниковой. То потом это уже, когда включился, вот я говорю, этот азарт и спортивный такой уже интерес в этом во всем, подойти как можно дальше, а в идеале, конечно, и победить или хотя бы в тройку, в пятерку войти финалистов, то мы уже начали репетировать с десяти утра до пяти, до шести вечера. Ну, насколько я понимаю, шоу развивалось как триллер какой-то некий относительно вашей пары, потому что вы сначала были в аутсайдерах. Нет, начали наоборот. Мы шли на первые где-то три-четыре программы, мы всегда были первые, вторые, первые, вторые. И я думаю, и плюс еще голоса зрителей нам всегда доставались самые высокие по уровню баллов. И я думаю, что как раз это уже и смутило в какой-то момент и организаторов, и жюри, и, может, еще кого-то. И решили, да, создать такой триллер. Ну, это здорово. За все спасибо. За все тебя благодарю. Все это сработало во благо, потому что зрители почувствовали, что их обижают, что с ними не считаются. Очень уже всерьез включились. Это уже пошел какой-то принципиальный момент. Прям я видел и в комментариях, и везде-везде-везде уже пошла такая рубка настоящая. Иван, я правильно понял, что все-таки какие-то распределения мест и так далее немножко все-таки срежиссированы? Нет, дело не в этом. Дело не в срежиссированности. Дело в том, чтобы просто, ну, нагнетать, чтобы не давать нам большой отрыв от остальных участников. Порой нас надо с помощью жюри принизить. Ну, это, как бы, я не рассказывал никакие секреты. Это, ну, такие достаточно очевидные вещи. Я не думаю, что я какую-то кулису приподнимаю в этом смысле и поступаю неправильно. Нет. В детстве, в детстве я занимался греко-римской борьбой в клубе Спартак. У меня были свои успехи. Я даже занимал, ну, самый важный мой успех, это хоть и второе место, но все-таки это был Кубок Карелина. Было очень много претендентов и как-то много туров я смог пройти. Вот. Финальную схватку все-таки проиграл и стал вторым на Кубке Карелина. Но это для меня было важно на тот момент, потому что Карелина для нас это икона совершенная. Это просто самый важный человек. У нас в раздевалке всегда висела эта фотография, когда на Олимпиаде он делает бросок через себя. В этот момент, ну, все знают, что, на самом деле, он пережил невероятную травму, с которой вообще, я не знаю, как можно шевелиться. У него отошла грудная клетка от кости. Вот. Но это мы ушли в сторону. Да. И я бы не приехал на взвешивание, потому что еще там параллельно у мамы в театре работал. Была репетиция, видать, какая-то. И меня поставили вес чуть больше, выше своего. А в борьбе это очень важно, как и в любом единоборстве. Любой килограмм. Вот. И я увидел такого высокого парня, что мне придет сейчас с ним бороться. Подошел к своему тренеру Владимиру Тимофеевичу. Говорю, когда я увидел, что я не в своей весовой категории, а чего мне здесь делать? Ну, это все мне было уже сразу понятно. Я вхожу, говорю, ну, а зачем меня поставили-то в этот вес? А я потому что он по возрасту уже подходил на этот вес, а сам по своей комплекции не подходил. И он мне сказал, будь мужиком, Ваня. Ты что? Даже ударил меня по животу, так говорит, иди будь мужиком. Вот. Я с тех пор шучу, что это, когда я решил стать мужиком. Вот что. Первый мой раз, когда я решил в детстве стать мужиком, получилось вот оно как. И я вышел, парень вышел, детина действительно повыше меня, покрепче. Мы начали бороться, тем не менее. И вот в момент, когда я начал делать бросок прогибом через себя, это самый такой красивый бросок, на 5 баллов оценивается. В общем, очень такой самый эффектный, можно сказать, красиво выглядит. Я его начал через себя перебрасывать, все. И ноги мои подломились, я шею воткнулся, и он упал на меня сверху. И прямо я сам услышал этот хруст, серьезнейший, потерял сознание. Все, всем стало на соревнованиях поняться, соревнования остановили. Все сразу поняли, как бы люди взрослые, опытные, поняли, что произошло что-то сложное, произошло что-то всерьез. Приехала скорая, потом другая, в общем, вот. И оказывается компрессионный перелом, 5-6 позвонок, шейный отдел. Все, там месяц вытяжки, даже больше. И дальше уже корсет, отсюда до сих. Прямо такой корсет. Я год, больше года даже чуть-чуть в нем провел. Слава Богу, Кости молодые, детство, юность, поэтому все обошлось. Это меня долго еще не отпускало, да и до сих пор, когда если по телевизору вижу эту греко-римскую борьбу, классическую борьбу, я обязательно, конечно, смотрю, и тело все равно чуть-чуть подергивается в этот момент. Комплекция играет в этом виде роль какой-то, в этом виде спорта роль свою, потому что, ну, вы говорите о своем кумире Карелии, да, и просто я смотрю на вас, ну... Ну, я не знаю, играет. В плане интереса смотреть, ну, кому как, не знаю, ну, когда ММА мы смотрим, мне тоже нравится, там, смотреть до 8-70 килограмм, там, больше, чем уже за сотку, там, понимаете, как бы... Смотрите ММА? Смотрю его, да, люблю. Ферглессон, мне очень его жаль, это был мой очень-очень любил, и я ждал боя, там, с тем, с кем надо, вот, так что, да, последний бой, это, конечно, немножко, да, очень, ну, все мы понимаем, с кем надо. Тони мне, да, прям мой был классный парень, классный парень, и вот что-то, потому что, говорю, его умение держать удары и вообще включать какие-то, блин, резервы свои, серьезно, когда уже все, он, кажется, уже труп абсолютный, вдруг с этим человеком что-то происходит, и, ну, он бешеный тип, мне это нравится. Продолжая разговор о единоборствах и вспоминая, опять же, какие-то вещи из вашей биографии... Отчислен за драку, в кино попал после драки, это, да, можно как бы... У нас все время красные нити проходят, да, как? Чели сломали, да, да, много чего. Ну, слушайте, нет, мы же все, мы же без интернета росли, вот в чем дело, мы же еще то поколение советское, на самом деле, абсолютно, кто родились там в начале 80-х, поэтому, а как иначе? Раньше у меня и жена всегда, она удивлялась там, пока не слетала в Новосибирск сама, и все такие немножко пацанчики, все это, как бы, все такие разговоры и все остальное, она мне позвонила, посмеялась над этим. Буквально недавно тут, да, наткнулся у довольно известного в болельщинском мире человека Василия Степанова, известного как киллер. У него в Инстаграм увидел ваши фотографии в футболке Косово-Сербия и прочитал, что вы ездили со всеми в Косово. Да, но там другая предыстория, все-таки это уже не ради драк, а ради... Я поступил в 2008, по-моему, году, я поступил на высшие курсы сценаристов и режиссеров, и одно из заданий на этих курсах, еще на первом курсе, нужно сделать некий автопортрет человека. Портрет, просто портрет. То есть мы должны выбрать интересную личность и какое-то время с ней прожить и сделать такой документальный фильм о ней. А мне почему-то захотелось вот окунуться в это, в мир, в мир, в вот это фан-движение фанатов всех этих фирм и всего остального. Вот. А я это все знал, ну, как бы так слышал об этом, и про фратри, и все эти слова мне были близки. Через знакомых, разных знакомых, так-так-так, начал искать, и как-то все вот, кто более-менее к этому делу был близок, начали мне называть одно и то же имя и фамилию, и одно и то же... одно и то же прозвище, так сказать. Одно и то же имя. Вася Киллер, Вася Киллер, Вася Киллер. Тебе нужен Вася Киллер. Ах, ты хочешь про фанатов что-то узнать? Иди к Васе Киллеру. Ах, ты хочешь такой фильм снимать? Давайте, тебе надо познакомиться с Васей Киллером. Я уже все думал, что же за Вася Киллер такой, мне уже самому было страшно, с кем я сейчас встречусь. А пришел достаточно, хоть и такого опасного вида человек, но очень добрый, милый в общении. Мы как-то сразу нашли общий язык, я ему изложил то, что нужно мне, то, что я хочу за тело сделать. На что он сказал, ну, окей, давай, давай, давай потихонечку, только как бы, ну, так, без нахрапа, а так спокойненько начнем это делать, я тебя познакомлю. Есть возможность, сейчас мы едем в Казань. Если хочешь, поехали с нами в Казань, и дальше уже там посмотрим, как что будет. В Казань, вам так повезло, вы приехали в город, где полиция к болельщикам относится, ну, мягко говоря, с предубеждением. Ну, да. Ну, это было, и это было, и оцепляли как-то, и провожали нас. Накал был, и, ну, как-то все-таки, все-таки все разрешилось, вот. Ну, говорю, я не знаю, кто к этим людям может подойти, с какой претензией. Ребята-то все очень крепкие, и, как бы, какой-то болью их не напугать. Там такие все бультерьеры. Сам Вася, он мне напоминает бультерьера, но невероятно добрый и справедливый человек. Что надо отметить, просто чувство справедливости и какой-то мужской доброты в нем превалирует над всем остальным. Поэтому он такой лидер, наверное, поэтому и все знают это имя помимо. Так после Казани как у вас дошло до Косово все это дело? Ну, вот, говорю, в процессе нашего развития дружбы и теснейшего общения Василий в театр приходил. Вот наше все ближе и ближе общение зашло. И он сам предложил, что рассказал вот о такой истории, что в каком-то из... В каком-то году, я уже не вспомню, каком, был убит парень в знак поддержки этого парня. И, как бы, о нем памяти о нем. Все фанатское движение, вся империя, так сказать, собирается и едет по возможности, кто может, едет на место, где его убили, ну, там рядом поле футбольное такое простое, обычное поле, и играют в футбол между собой, проводят такое достаточно просто спортивное соревнование. И мне, конечно, это очень понравилось, я не мог мимо этого пройти. И все у меня здорово совпало по моему графику, что именно в эти числа у меня было свободное время. Все, я быстро-быстро-быстро все разрулил, в театре даже, по-моему, отпросился от чего-то. И с удовольствием поехал, с удовольствием поехал. Само Косово, как живут сербы там в тот момент, когда вы приезжали? Ой, да печально живут, как мне показалось, честно говоря. Честно говоря, да. Первое, что меня действительно поразило, и это есть в этом фильме, который я снимал, мы пошли в церкви, где были, ну, все иконы нарисованы на стенах с выколотыми глазами, с разбитыми, там все перевернутые, камни повсюду. И вот это было очень тяжелое зрелище. У икон прямо видно гвоздями выбиты глаза, вот так раскуроченные, расцарапанные. Это как-то, да, я прям не верил, что я это вижу действительно. Вот. Ну а так все это было... Мы почти все время находились под присмотром французского легиона. Там ребята с автоматами. Да, с автоматами, такие ребята все время рядом с нами стояли. Все приехали с какой-то благородной все равно целью, и вот эта благородная цель вспомнить об этом пацане, вот, встретиться с фанатами Царвина Звезда, встретиться как-то еще и друг с другом. Здорово, нет, это было... По энергетике это было очень действительно какое-то спортивное, классное, дружеское мероприятие. Вы же снимали там. Да. И, в принципе, эти записи где-то можно... Да, 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 я подумаю где, и где-то они точно есть, это точно. Публикуйте, все будем ждать. Хорошо. Возобновляется Чемпионат России, и там такое нововведение, что со зрителям-то разрешили, но будет 10% от заполняемости стадионов. Может быть, как-то и театры так, ну, 10% отместить. Да, все это очень как бы тяжело это все понимать, не могу себе представить. Бля, вы сами видите этот зал, и что мы будем играть там, вот у нас здесь сейчас помещается 800 человек, если полтора метра, ну, 100 человек. Ну, ради бога, мы и для них сыграем. Ну, не может быть так, не может быть так, чтобы мы там... Группа была из пяти человек, стояли на полтора метра друг от друга, и что мы с партнершей будем там любовь играть, не подходя к другу ближе, чем на полтора метра, там семью разыгрывать, там, ребенку сказку читать, там, или еще что-то. По вашему мнению, когда все-таки мы вернемся именно вот к тому, что здесь будет полный зал, как обычно, начнется кино сниматься там? Не знаю, когда это все разыгрывать. Не знаю, это все игра какая-то, не понимаю. Да, это все серьезно какие-то все равно. Ну, и я не говорю ничего такого откровенного, мне кажется, каждый разумный человек об этом думает, что все равно это все какой-то глобальный эксперимент над нами проводят, просто глобальнейший эксперимент, вот и все. И пока еще сами не понимают, до чего можно в этом эксперименте дойти, и все дальше и дальше и глубже заходят, и вроде оп, ну, съели, еще, о, съели. Сейчас, бац, по домам разрешили гулять. О, они это едят. Ну, кто бы мог когда подумать раньше, что мы тут будем... Ну, это еще даже полгода назад-то это скажи, мы посмеялись, расскажи, что ты мне за триллер какой-то новый, что фильм такой посмотрел. А тут раз мы и это, и это, и это. Вот я думаю, до какой-то точки они будут доходить. Потом все-таки народ такой как бы свое слово скажет тоже во всем. Один представитель шоу-бизнеса сказал, что вот... Артистам очень тяжело живется период пандемии, и вот надо их поддержать. У вас все нормально? Ладно, да, всех надо поддержать. Не, ну, всех надо поддержать. Чего, деньги кончаются, правда, и вот... Не знаю, серьезно, это все страшные вещи. Конечно, мы избаловались за последнее время. Деньги текли в плане, ну, там, кто снимается и все остальное. Все так быстренько пересели на хорошие машины, понабрали ипотеки себе, в общем. Как говорится, в нашей стране там загубила свободную журналистику ипотека, так и как бы и много талантов загубила ипотека, потому что из-за нее мы вынуждены сниматься во всем, вообще не обращая внимания на сценарий, ни на что. Так что ипотека много, да, много чего натворила у нас. То есть у вас тоже есть фильмы, в которых вы бы не снялись, если бы не ипотека? Ну, конечно, масса, как и у каждого. Иван, вы сказали, что вот некоторых фильмов бы не было, а вот, наверное, курсанты входят? Они были бы обязательно, но это, да, это не обсуждается. Мне немного взгруснулось, без тоски, без печали, одночасно разлучали. Ну, там все сошлось, говорю, и сценарии, и режиссеры, и артисты, и все. Вот когда все совпадает, так должно быть. Это редко бывает, реально, но для всех это, на тот момент жизни это было так. И для молодого режиссера Андрея Ковуна, и для нас для всех, и для оператора Володи Башта. Ну, и самое главное, это сценарная основа, потому что это была книга Петра Ефимовича Тодоровского «Вспоминая, не вспоминая». Это его реальная история, это реально Петр, это реально Петр. Петр Ефимович действительно воевал и закончил артиллерийское училище, был этим курсантом, и... Ну, поэтому, как только ты открывал этот сценарий, все. С первых трех слов ты понимал, что это какая-то очень сильная, сильная история готовится. Там есть момент, где я по трубе прямо на третий этаж заползаю и... Я делаю все сам, без всякой страховки, без дублера, без никого. И я когда первый раз это сделал, режиссер подошел и говорит, а что так быстро-то? Все даже не ожидали, что я так ловко... Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И я уже на третьем этаже. Он говорит, нет-нет-нет, давай их помедленнее, мы же камеры не успели тебя проводить. Для вас тема войны как-то особенно интересна? Ну, вот почему-то да, да. Не почему-то, а вот такой у меня... Когда меня... Если спрашивают меня о хобби, то у меня его нету, но говорю... Я думаю, что нет ни одного видео, ни фильма, ни документального, ни в YouTube, там, любого ролика, там, из тех лет. Я пересмотрел все, и не по одному разу нет. Парад Победы, который сейчас планируется, нужен он или нет? Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как вы думаете? Конечно, нужен. Все это... Эта тема, она мне не нравится. Как ее вообще закинули, и почему... Ну, сейчас это просто обсуждается, потому что, вроде как, меры у нас, самоизоляция. Ну, может быть. Но, тем не менее, это, может быть, и года два, наверное. Это вот как-то что-то почему-то с экранов и там, и в интернете. Наверное, интернет разбаловал. Сейчас, как бы, мне там нравится, да, там это. И носки там, не знаю, и кефир, все ведут прямой эфир. Вот это... Вот из этой шутки примерно. Ну, для меня этот вопрос закрытый, не обсуждается. В общем, позитив весь в том, что все это закончится рано или поздно. Мы опять все вывалим на улицы, будем классно встречаться, обниматься, сжать друг другу руки, целовать друг друга. Рестораны будут переполнены, Москва будет гудеть, все города будут гудеть, все соскучились уже. Все соскучились просто по взаимоотношениям, по встречам. Вот. Начнем работать. Театр откроется. Эта сцена, вы видите, даже как мы сидим, а здесь холодно. Здесь никогда не было холодно. Есть такое. Понимаете? Потому что нету движения. И вот в этом оно начнет все же, механизм должен двигаться. Так что я желаю как можно скорее, скорее нам в это движение вернуться. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.